Семь днём. Не подведены его выники. Гэтым и займемся в ближайшую годину. У студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Активисты добро упарадковают территории, наведуют дитячие дамы, да помогают шмадзетным семьям. Коммунальные проблемы ЖХРУ-НОУКИ выращены. После умешательства журналистов и особистого старшини Витебского Абл-Ваканкама, пытание затопленных подвалов закрыто. Незвычайные пригоды норвежцев в Дубровинском районе. Рытовники допомогли замежным журналистам, яхта яких села на мель на Рацэ Днепр. Сучасная вёска с комфортными умовами життя. Прайоритет державной политики Беларуси. Гэта подкресли у старшиня палаты представников национального сходу Беларуси Уладзимир Андрейченко подчас церемонии пуску газа у агргородку Порплешча Докшицкого района. Гэта населенный пункт стал 113-м у Витебской области, куды пройшло Блакитная палева. У регионе спис газификованных агргородков перайшоу запалову от плана держ программы «Утульное жилье» и «Спрыяльное асяродзе». Тему протягне Виктор Пралич. Размова про то, что упор Плешча прийдзе газ на узроуні чудок ходили аще некальки год тому. Агрогородок немалый, тут налишывается больше за 700 джихаров. Есть тут вся необходимая инфраструктура – амбулаторы, школы, дитячий сад, магазины «Вытворчасть». Один на обчимарль месячий – Блакитная палева. Газовики слово стремали. От проекта на паперы до шаканного моменту пройшли короткие два месяца. Протяглась газопровода складая маль пять с половой километров. Кошт пытания першопочаткова был 385 тысяч рублёв. Специалистам удалось зэкономить сродки, что на якости проекта не отбилося. Обеспечение достойной, комфортной жизни для региону, и особенно, что касается сельской местности, это является одним из приоритетных вопросов государственной политики Республики Беларусь. Вы знаете, что этому вопросу огромное внимание уделяет президент Республики Беларусь, правительство, парламент, местные органы власти. И важно то, что вот ту работу, которую мы начали раньше по созданию агрогородков, она имеет и сегодня такое логическое продолжение. Газификация жилья в сельских населенных пунктах проводится при истотной поддержке державы. За 100% расходу большую частку, а это 70% берет на себе краина. С пожилцу газа необходимо платить только остатние 30%. Наконец-то после всех населенных пунктов очередь дошла на нас. Поэтому, конечно, очень счастливы, я говорю, все жители, особенно пенсионеры, которым тяжело заготовку и дро. У нас, вы знаете, вот на нашей территории сельсовета, то нету, допустим, ни лесничества, у нас проблемы с заготовкой топлива. Ну и, конечно же, молодые. Молодежь хочет жить в нормальных, хороших человеческих, комфортных условиях. Урочистости, присвеченная такой знаковой падея для пор, прище перенеслись у мясцовый Дом культуры. Тут у Знагородзеритых, кто працавал над проведением газопровода у населенный пункт. Специалисты, отзначенных грамотами и падяками от национального сходу Беларуси, областной улады и керауництва Аблгаза. Сегодня в Витебской области газифицированы все города, все поселки городского типа. И половина, даже меньшая половина агрогородков. Сталка делается прежде всего на те населенные пункты, где мы видим перспективу развития. Агрогородок Порплеща – это как раз тот поселок, тот населенный пункт, где мы рассчитываем, что в ближайшее время будут оставаться и дети, и молодежь. И поселок будет развиваться, и развиваться будет производство. Это очень важно. Газификация вёсок сегодня у приоритете державы. У перспективы Блакитное палево на подходе у шерех сельских населенных пунктов Чашницкого района. У целом же в ближайший час при наявности финансования Аблгаз подать Блакитное палево прикладно на пять объектов Витебской области. Виктор Пралич, Леонид Табола, Новины, Докшицкий район. Транспортно-логистичная инфраструктура станет драйвером развития Аршанского района. Про это ишла размова на посадочении рабочей группы по распроцовцу проекта программы комплексного развития Аршанского района на период до 2020 года. Промысловость, агропромысловый комплекс, транспорт и логистика, развитие малого и среднего предпринимательства – ключовые направления проекта программы, закликанные обеспечить развитие Аршанского района в ближайшей перспективе. Актуальная задача по створению в районе Льнянока Холдингу и Швейного кластера. Преоритет у развития АПК района – створение вертикально интегрованной структуры на базе Аршанского комбината хлебопродуктов, з уластной кормовой базой и глубокой перепрацовкой мяса и молока. Процедуру ликвидации фабрики КИМ могут протягнуть на полгода. С такой инициативой выступил антикризисный керавник, а сход кредиторов подтримал яго. Причина – удаугах, з якими ніяк не отрымливается различиться. Агульная сумма запазыченности – около 15 млн рублёв. З їх только заработная плата былых супрацовников, платяжи у фонд САЦ «Обароны» и страховые узносы складают свыше млн рублёв. Майомость былока-гиганта лёгкой промысловости спробують продавать за аукционов. Однако торги проходят тяжко, а большая частка грошей иде на погашение бегучих платяжов. Ахову объекта у КИМа – формирование архиву и іншее. «Была куча проблем по регистрации недвижимости, которая не была завершена, длился длительный процесс. Получилось у нас регистрировано 53 объекта недвижимости. Вся территория КИМа была поделена и сформирована в лоты. У нас получилось 21 лот из 53 объектов недвижимости. То, что касается имущества, так как оборудование, оно вроде продавалось, но продавалось восьмых из девятых торговцам. И когда стоимость от оценочной первоначальной стоимости уже опускалась и составляла только всего лишь 15% от стоимости. С деньгами много съедает, скушное содержание предприятия. За полгода не происходило погашение реестра требований кредиторов, не было возможности». Нагадаем, открытое акционерное товариство КИМ признали банкрутом в жнивне 2015-го. Тогда и начался процесс ликвидации. За этот час праз-аукцион удалось реализовать частку технологичного обсталявания, два помешканья фабрики в самом центре Витебска и загородный лагерь Чайка. Тем не менее, различиться по зарплате с былыми работниками предприемства по куль не отрималось. Одразу два будинки былых детячих садков, які не використовывались, продадзены из аукционов у Дубровинском районе. Разом с будинками новые власники отримали у аренду на 50 годов земельные участки. По будову у вёсцы Чирена набыло мясцовое сельхазпродприемство. Уладальником майомости у вёсцы застенки стала фирма, якая планует реализовать тут инвестпроект. Ей, до речи, у якости бонусу достался еще и яблоневый сад, размещенный на территории. У планах пераможца у аукционов пера обсталявать былые детячие садки у интернаты для своих супрацовников. Усяго с початку года фонд «Витебскавал майомость» реализовал прас аукционы 41 объект нерухомости на ахульную сумму больше за 485 тысяч рублей. Майомость, якая не використовывается, скоротилась на 34 тысячи квадратных метров. Протерминованная внешняя дебиторская запозыченность замежных партнеров перед белорусскими предприемствами и организациями вылечивается суммой больше за 5 миллиарда долларов. Проблема гэтая на днях обмерковалась она на радио президента краины с керауниством правоохоуных органов и ведомству, отказных за национальную безпеку. Генеральная прокуратура зараз досканала займается пошуком шляхов в решениях этой проблемы. На думку генеральных прокурора Александра Конюка, пытание утварыння и назапашывание долгу знаходится минавито в компетенции кераунику товаропроводящих сеток и залежить от их добра суммленности. Александр Конюк наведал одно из витебских обутковых предприемств и ознайомился с вытворчастью. Яко цикавили умовы поставок, реализации продукции на замежные рынки, оплата за поставленный товар. Дарыч, доля экспорту у ахульным объеме продажу тут перевышая 80%, а основным – это российский рынок. Генеральному прокурору наглядно продемонстровали специальную компьютерную систему, якая дозволяя вести строгий улик и контроль за перемещением товара и забеспечивая прозристость усих платежов на предприемстве. Отсутствие этой четкой системы на других предприятиях, таких вот очень серьезных, как МАС, МТЗ, ну и другие, привело к тому, что образовалась очень серьезная дебюторская задолженность. Не только отсутствие этой системы, но и, к сожалению, коррупционные схемы, мошеннические, которые используют, к сожалению, и наши чиновники, и чиновники России. Вот это первый вопрос, что меня интересовало. Меня просто поразила система, которая выстроена, конечно, это высокотехнологичная и в то же время высоко стоимостная, так понимаю. Не каждое предприятие позволит такое себе. Но то, что сделал Белл Вест, это достойно уважения и достойно того, чтобы, наверное, перенимать опыт. Александр Канюк провел так само прием грамадян на предприемстве. Усяго два человеки выказали жадание звернуться до генерального прокурора. Алена Савастьянова поскарделася на якость будовництва жилья. Кому можно предъявить претензии, калей фирма-забудовщик распалася. А Вольга Старовойцинка попросила до помоги, упераглядя криминальной справы своего сына. Жанчина не згодная с приговором суда. Александр Канюк повецал разобраться и, взял в решениях этих пытаний, упадет собистый контроль. Бизнес-встреча участниц проекта по развитию женского предпринимательства «Успешная» пройдет в Витебске 15 сентября. В рамках проекта женщины-предприниматели получат актуальные знания в области маркетинга и продаж. Вдохновителями и организаторами этой новой формы поддержки частной инициативы стали Белинвестбанк и Европейский банк реконструкции и развития. Ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Наталья Иванова уже в студии и готова рассказать не только об этом проекте, но и о других финансовых новостях. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга. Программа «Женщины в бизнесе», которая будет представлена на проекте «Успешная», предлагает дамам-предпринимателям новые возможности для развития своего дела и направлена прежде всего на поддержку частной инициативы в Беларуси. А кредитную поддержку уже сегодня готов оказать Белинвестбанк на привлекательных условиях. В Беларуси определен перечень домов, которые будут строиться с привлечением адресных субсидий. Это 68 многоквартирных домов общей площадью более 350 тысяч квадратных метров. Планируется, что в следующем году введение указа номер 240 позволит как минимум на треть увеличить объем ввода жилья с господдержкой. Правительство обещает, что до конца текущего года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней заработной платы. По прогнозам, в 2018 году эта динамика сохранится. А теперь о курсах валют. По итогам текущей недели белорусский рубль значительно снизился по отношению к российскому рублю, курс которого в пятницу достиг максимальной исторической отметки в 3 рубля 37 копеек. По отношению к доллару белорусский рубль вел себя противоположно. Американская валюта снизилась до минимального за последние два месяца уровня в 1 рубль 92 копейки. Курс европейской валюты увеличивался в течение всей недели и по итогам пятничных торгов достиг значение в 2 рубля 31 копейку. На этом у меня все. До следующей встречи. Спасибо, Наталья. Это итоговая информационная программа «Семь дней». И мы продолжаем. Виктор Пралич протягнет тему. Не глядячи на то, что селетний год для бульбоводства складана, а стея из-за майских морозов почали на два тыдни поздней, оптимизм тут не губляюсь. Толочинский район лечится неофицийной столицей бульбы. На опытных полях Академии на вухту взбирают и до 535 си центнеру с гектара. Основные гатунки бульбы выключены айчиной селекции. У нас на испытании 400. Конечно, наш именной. Толочинский палац, першацвет и лень. Прекрасные сорта. И они дают хорошие показатели, дают хорошие вкусовые качества. Поэтому сегодня Российская Федерация, она и в семенном плане переходит на белорусскую селекцию сорта, и потребительским. Сегодня Толочинскую бульбу ведают далеко за межами краины. Основный споживец безумовно Российская Федерация корыстается попытом белорусская бульба и в Узбекистане, Армении и Молдове. А тому собрать у Раджай полова справы, головная – заховать его. Толочинцы у этой справы – асы и узор для всей краины. Тут другие хлеб сортуют, сушат и нават лечат. У нас здесь присутствуют камеры, которые созданы по голландской технологии, что подразумевает с собой создание микроклимата и контроль всех параметров компьютером. То есть в камеру устанавливаются датчики температуры, на улице существуют датчики температуры, и уже компьютер сам решает, когда ему включать вентилятор и когда нет. Площа бульберных полев консервовых заводов складает 900 гектаров. Другие хлеб выросшиваются как для харчовых потреб, так и для насения. Убрана уже около третьей палеткой, на занятых учора бульбой площах, все неактивные здесь ауба. Вот сейчас мы видим поле, где идет сева зимой пшеницы. Надо сказать, эти сейлочки перешли плавно с посева редьки масличные. Это седиральная культура у нас для подготовки площадей к урожаю следующего года картофеля. Нам надо очистить от проволочника, надо очистить от парши поля, надо подготовить, чтобы получать качественный и достойный картофель. Усяго в области бульбяной культуры засеяно 2500 гектаров земель. За Веросневской непогадзе покуль удалось убрать каля 10% площадь другого хлеба. Виктор Пралич, Марин Романоска, Александр Петровецкий. Новины. Талачинский район. Протяглые дожжи, які опановали Беларусь на гэтым тыдне, практически полностью спынили работы на палетках. Синоптыки объявили оранжевый узровень небеспеки. Складанные умовы надворья об умове у циклон, які рухался с полднево-заходней территории Европы. На большей части территории Витебской области усталявалось дожжливое надворье со шквалистым узмацнением ветру до 14 метров за секунду. Наибольшь интенсивные опадки выпали у особных полднево-усходних районах. У Орши только за одну ночь выпала каля 70% декадной нормы. Темчасом аграрой в Витебской области застаётся убрать ясча каля 9% площадь, занятых подзбожжевой и зернебобовой культуры. Только один регион, Глыботский, а маль полностью завершил ж него. У целом же по в области намалочена больш за 920 тысяч тонн сбожжа при середней ураджайности 31,8 центнера з гектара. Дожжливое надворье значно стрымало и сяубу азимых. Гэтай работы, выкананная на площадке каля 15 тысяч гектаров, што складаюся го 7% от плана. С початком новых анавычальных агода БелАграпрамбанк протягивая масштабную республиканскую акцию «Твои первые финансы». У ЯЕ рамках для вучня у пятых класса у городских авиасковых школ проводят уроки финансовой аддукованности и дорать детям книги казок про финансы на беларусской мове. До осветницкого проекта БелАграпрамбанка долучилися и в учни первые Витебской гимназии. На банковским уроку разом со школьниками побывала наша сдымышная группа. Акцию «Твои первые финансы» БелАграпрамбанк реализует уже четвертый год. За это время ее участниками стали более 250 тысяч школьников по всей стране. В этом году к масштабному социальному проекту присоединятся еще 100 тысяч мальчиков и девочек. Сегодня сотрудники банка провели урок финансовой грамотности в первой гимназии города Витебска. Пятиклассники получили в подарок книгу сказок «Твои первые финансы» на беларусском языке. Ее герои доступно и увлекательно рассказывают, как правильно пользоваться деньгами, что такое вклады и кредиты, интернет-банкинг и пластиковая карта, и как в целом работает банковская система. Сотрудники банка и символ акции и сказочный персонаж Агрик в форме викторины помогли детям лучше усвоить материал. Эта идея была достаточно давно, и развивать подрастающее наше поколение была первая такая идея. Это наша детская сберегательная программа «Расти большой». То есть мы буквально с маленства приучаем детей деньги не только тратить, но и их собирать, экономить, приумножать, правильно распоряжаться. Учаясь в школе, я считаю, нужно детям прививать не только знания, которые крайне необходимы, чтобы наши дети были образованными, чтобы они были грамотными людьми, но чтобы еще были и успешными. А для этого именно финансовая грамотность и нужна. Белагропромбанк ориентирован на молодое поколение. Сотрудники банка уверены, для школьников чрезвычайно важны основы финансовой грамотности. Это научит ребят правильно распоряжаться деньгами. Сначала теми, что дают им родители, а потом и теми, которые они начнут зарабатывать сами. Меня родители дома обучают, как правильно обращаться с деньгами. И благодаря этому уроку я тоже много чего узнал. У меня есть вопросы, что такое пластиковая карточка, как ей надо пользоваться, и где находится белый агроспрофлант, я надеюсь, что все ответы на свои вопросы в этой книге. Финансовые знания помогут любому ребенку уверенно чувствовать себя во взрослом мире и в будущем заботятся о благосостоянии своих семей. А знакомство с миром финансов начинается со знаний, полученных на уроках Белагропромбанка. Ольга Шмаргун, Сергей Котов, Новости, Витебск. Агроманское объединение Белорусский Республиканский Союз Молоди отзначает знаковую дату. 15 годов тому было принятое решение об ягостварении. Выховывать и объединять молодь на патриотичных и духовно-моральных каштовностях. Створать умовы для ее развития. Вот главные меты объединения. На Витебскине билет члена БРСМ мают каля 60 тысяч юнаков и девочек. Что год их роды пополняются. У свой день на роджение активисты молодьевого объединения отзначают свято-працовными акциями под назвой «15 добрых справ». Член БРСМ Виктор Пралич удельничал у добрых справах. Маленькая Виктория Рушчанкова по дитячей стипла пероличивая свои подарунки. Теперь своим любимым занятком, малеванием, она будет займаться больше. Волонтеры Белорусского Республиканского Союза молодцы принесли шмадзетной семьи необходимые канцелярские прилады. Старший ребенок, дочка, ходит в 11-ю школу, 6-й класс. Средняя дочка ходит в детский садик. А маленький у нас еще сидит дом в этом году, но у нас садик еще не пошел. Ну, как бы акция, это хорошо, как бы, что помогает, как бы, мамам, как бы, для школы принадлежности сейчас надо. Это одна из 15 добрых справ, которые в эти дни заплановали сделать витебские волонтеры. Неофицийно спис занимает куда больше пунктов. Официйно, лишь бы выбрана непросто. Миновито 15 господняется самой молодой организации страны. У меня буквально в каждой группе по 2-3 человека, а то и больше. В некоторых и почти все группы участвуют в таких мероприятиях, потому что у нас доброе сердце, в конце концов. А вот этот волонтерский десант вырышил допомогчение материально-физично. Сегодня их миссия заключается на ведении парад к витебскому храме святого апостола Андрея Першазванного. И тут их допомогает к Нельга Даречи. 21 вересня раствор про Святой Богородицы. Это уже не первый храм, которому мы помогаем. И вообще это все началось с акции восстановления святынь Беларуси. Потому что храмам необходима помощь. Это не только как религиозный памятник может быть, так же, как какое-то архитектурное строение, которое запоминается. И очень часто им не хватает помощи. И мы решили предложить свою. Одновление святынь, оказание адресной допомоги, доброе упорядкование территории, сдача криви, наведывание детячего дома. Марафон добрых справ протягнется до 7 вересня. Разностайными громадскакорысными акциями означает свое 15-ти годзе и районной организации «Союза молодцы». Виктор Пралич и Дмитрий Котов, новинный Витебск. Саправды добрую справу може зрабить кожны. Семья же Харки-Витебска просить об допомозе. С 26-ти годовой Аленой Кривцовой отбылось аня счастье. Подчас отпочинка у Греции у ее сдарилась кровоизлитцё у мозг. Причина – анеуризма сосуда у головного мозгу, про якую никто не подозревал. Лена ничем серьезным не хворила, не адауна вышла замуж, марала про дятей. Трагеда отбылась раптовна. С 29-го жнилня Алена знаходзіцца ў шпіталі у Афінах. Ей правялі складаную апірацію, аднак становчых вынікаў яна не дала. Побыч знаходзіцца я емуш Сергей Кривцов, а ў Витебску мама Светлана Эдуардаўна, якая хоча ўбачыць сваю дачку живой і счастливой. Звертаэмся да вас за падтрымкой і фінансавай допамогой, необходной для лячэння і вертання Алены дадому. Родная вераць, чакаюць і робаць ўсё махчымая і немахчымая, каб ўбачыцца. Контактныя тэлефон мамы Светланы Эдуардаўны 8033-610-4270. Рэквізіта добрачыннага рахунку вы зараз бачыцца на екранах. Работу над памылками выканалі. Жыхарайшмат пакутнага жылога дому ў Ноуцы, які зверталіся са сваімі коммунальными проблемамі на гарачую лінію нашай праграмы, ўрэшці дачакаліся іх варашэння. Тое, што капілася місяцамі работнікі водоканала і будавнічай арганізаціі, выправіля ўсяго за два тыдні. Аднак для гэтага спатрэбілася ўмяшальніцтва журналістаў і осабіста старшыні Віцебскага Абылваканкама Мікалай Шарснёва. Па знайомым адресі накіравалася наша здымашная група. На вході убрали мусор, у нас стало чистенько, приємно заходить в подвалы. В теплопункці нам поменяли теплоізоляцію, замінили нам все двери, по сравнению, які вони були, покрасили, ну, как бы замінили нам все. Нам даже приємно зайти сюди, в подвал. Шмадзітная маті Катярына Скуратович, демонструя приведіны ў парадок падвал, яшчы месец тому тут ляжала будавнічай сметці, було вільготта пасля някалькіх затаплэння ў каналізаційными стёками, на стенах виднеліся падтёкі. Ваду адсюль отпамповували два-тры разы ў месец. У выніку со строю вышлі циркуляційная помпы і абсталявання теплопункта. Мясцовые жыхары, а гэта шмадзітнае сім'ї, рэгулярна заставаліся без гарачі вады і отаплэння. І гэта прытым, што дому нема яшчай года. Новоселлі тут справлялі ў Кастрычніку 2016-го. Спеціалісты называли абсалютна розныя причинай таких коммунальних праблэм. От будавнічых недаробок до неасправності каналізаційно-помпавай станцій. До конкретных справ дайшло толькі пасля вмешальніства журналістів і особіста старшыні Абл-Ваканкама. Причина затаплэня падвального поміщення була в неисправності наружній системі каналізаційно. В настоящее время дефектний участок каналізаційної системи переложен. Силами водоканала від прочищені сети каналізаційної наружній сети. Випалніна відпусконаладка каналізаційної насосної станції. При своєвременному обслуживанні наружніх сетей данна ситуація не дозна повторіться. На той, що ситуація не паутореце, вельмі спадяються усе жіхарі наукінській шмат паверховкі. Корыстацца падвалам яны, правда, усе яшча астерагаються. Однак задоволіны, що їх коммунальним перапитіям урешті прайшов конец. Хочеться выразити огромнуя благодарність губернатору. С його помощью здесь навіли таку красоту, що глас радується. Очень приєтно, огромне ему спасибо. На сьогоднішній день ми спокійні, і надіємся, більше у нас таких проблем не буде. Оказалось, і вирішити усе проблеми наукінських новоселів було не так і складано. Не хапала тільки штуршка. На усе про усе работникам водоканала і будовнічій організацій спотребилися два тідні. Знайшли і замінили пошкоджені каналізацькі труби на під'їзді до дому, промыли вонкові сетки, провели у парадок теплопункт і прибрали у подвали. І людзі, задаволіні, і скарга у няма. При гэтым абистіся можна було і без такого широкого резонансу. Вольхаш Маргун, Леонід Табола, Новіны, Витебський район. Ключи от соціальних кватера трымалі 47 сім'ю, які стояли на уліку на апаліапшэнні жилёвых умов у Витебським гарваканкамі. Жилёюм прадоставілі у домі 1927-го года побудовы па вулиці Максима Горкага. Гэта помнік архітектуры, але пасля масштабной реконструкції господарам гэтых кватер могуць пазай здростіць джахарыні каторых новобудовляў. Сваімі першымі уражынімі новасёлы падіаліліся з Інай Кірыєнкавай. Для сям'ї Сім'яненкавы гэта бадайсамы шаслівы дзень ў їх житці. Яны отрымалі ключы ад новай кватеры. Ім не терпіцца хучэй пераступіць порог свайго дома і зазірнуця перужо ваўласныя пакоі. Ого! Нармайна! Ух ты! Высокіе столі, три святлые пакоі і просторны калідор. Пасля таго, як довгі час давозілася тулиці однопакайовці з двумя дзятьми, новая кватера Олэні і Сяргею паказалася просто рае. І паколь дорослые глядалі і оцэнівалі якась проведзіна гарамонту, малінькае Настя ўжо облюбувала сабе пакой з велікім балконом. І таких у кватеры два, шаму госпадыня вельми рада. Все устраиваюць! Вообще красота! Главнае два балкона! У мене нікогда не было балкона. Мы живем щас в однокомнатной, у нас нет балкона вообще. Я так хочу цветы на балконе! Дзе спадобы прайшоўся і район, п'ятый коммунальны. Тут ўсё побач магазіны, школа, аптека і навад спорткомплекс. Да і тое, што давядзецца жыць ў домі, як і зявляецца помнікам архітектуры, так сама дадае гордасці. Зараз гэта сучасны будынок, гдзе полнасцю замяніли ўсі коммунікацій в окна і дах. Дарэчы, гэта першы і пакуль адзіны дом такого кшталту, які побачыл сурьёзну реконструкцію. Освоўна божь за 3 мільйоны бюджетных сродкав. Младальніками новых кватэр стали сім'я, сяроды кіх – сіроты, інваліды і адзінокі. Праводящы капітальны рамонт старога жыля, городскі ўлады таким чынам варашают пытанні забезпячэння гараджа соціяльным жылём. За прошлый год мы ввели 56 квартир. І где-то примерно в пределах не більше 100 мы идём каждый год в этой очереди. Колька з Жихару, які претендують на соціальне жилё, постоянно растем. На початок года на улику стояли 579 человек. У нас ещё остаётся необеспеченным жилыми помещениями соціального пользования 535 граждан, состоящих у нас на учёте. Из них, это львиная доля, это, конечно, дети-сироты. 449 детей-сирот. Из 177 детей-сирот, которые достигли совершеннолетнего возраста, остальные категории, то есть это инвалиды, одинокі, то есть совместно с которым по заболеванию не можуть проживати совместно с другими гражданами. Ну і другие категории, имеючі право на соціальне жильё. У мае бягуча года по проекці «Соціальне жильё» был здадзен і перший арендный дом, побудований зуделам китайських партнёров. 120 сім'ю тады отрымалі новыя кватэры. У наступным годзі запланована будавніства і ашчы одного соціального дома. Інна Киріенкова, Олег Чарняк, Новіны, Вітівск. Подзваны усіх храма у самага старожитных агорода Беларусі. У минулые выходные урочисто открыли День беларускага письменства. Для гостей святан наладзіли безліч мероприємству. Маляуніча таатролізованная шесті, Межнародный круглый стол беларуских і замежних літераторів, Шматлікіе выставачніе проекты і концерты, Феставаль книгі і пресы і церемонія відкриття памятного знака Полацк-Калыска беларускай дзятжалності. Про гэтай і іншія падзію святочным Полацку у материялі Юлії Устіновій. Святкавання у самым старожитным городзі Беларусі другого вересня відкрила урочистое таатролізованное шесті, пресвечене 1155 годзі города Полацка, 500 годзі беларускага книга друкавання і Дню беларускага письменства. Павітать Рагнеду і зазірнуць ўбочавуся слабу Чарадзію, який кераваў Полацким князством Амаль 60 годзіў. Тут і княжа дружина 12-го стаходзя. Ваурочистым кастюмірованым шесті узяли у дзял 1155. Афіційно мінавіта столькі спаўняецца Полацку, сучаснікаў, апранаты ў персанажу минулых стаходзіў, купців, пекарав, мукамолав, друкарав, хлібаробав. Усяго Амаль 350 в образаў. Полацкий купец, історический символ города Полацка. Полацк всегда стоял на пересечении торговых путей і всегда являлся центром торговли. Костюмы шили сами, но перед тем, как шить или искать, мы читали литературу историческую, смотрели, как пошито, все, какой век, год. Ну і старались, конечно, чтобы было похоже очень. В аурочисты колонии і сучасны герои, представники промысловості, культуры, спорту і адукаціў города. Та якім ганарыцца Полацк сённям. Наші ребята, одні з лучших воспитанников, також принімали участие в этом шестві. Ну, мы рады, что нас пригласили, горды за свой город. Також будем дальше добиваться успехов. Наша школа славится не только в Республіке Беларусь, Полацкая школа кікбоксинга, а також во всем мире. Каждый год у нас ребята становятся победителями и призёрами международних соревнований, чемпионатов мира и Европы. Для себя считаю, главным – это любовь к детям, к маленьким детям, которых нужно развивать и чему-то обучать. Дать какие-то новые возможности, чтобы они могли смело идти к победам, достигать их. Ну, люблю свою профессию, поэтому стараюсь в ней быть лучшей. Масштабное маляумичное шествие прошло с улицы Юбилейной до Площи Свободы, где разгорнулся святочный концерт, просвеченный Дню города. Эффектное представление дозволило докрануться до сторонок славной истории. Правитальные адресы господарам и гостям свято дослали керавник администрации президента Беларуси Наталья Качанова и державный секретарь союзной державы РГОР Рапота. Палачане добро и плённо попрацавали, подрыхтовалися до свято, под кресле у старшиня Витебского Аблова-Канка Миколай Шарснёв, звернувшись до присутных. Рамонтные работы закранули больше за 350 объектов, доброупорадкованы в улице и скверы. Палачане за все показывали приклад тем, как треба шановать свою спадчину. Берахче наши агульно-национальные сдобытки. Разом мы робим великую и важную справу – умоцевание духовности, развитие нашего края. Упевнены славное имя города Полоцка. Завсюду будешь взять яркой зоркой на небосхиле Беларуси. Наши сучастники шануют и дополняют свою працей богатую спадчину полоцкой земли. На сцене урочистов шановали лепших представников Полоцчины за особистый унёсок у развития города и краины. Трудолюбие, гостеприимство, сила духа, неистребимое желание созидать, творить прекрасное и тем славить родной город – вот отличительные черты, свойственные палачанам. От того, как мы воспитаем наших учащихся, наших детей, я буду говорить, зависит будущее нашей страны. А наши дети, которые не только специалисты будут потом, после окончания учебного заведения, но они ещё и сегодня увидим на сцене. И, конечно, приятно, что город оценил мои страна, возможности, заслуги мои. Я очень рад, конечно. Город так нарядился, так приятно смотреть. Город мастеров, тут всё мероприятие. Найстарайший город краины, где з'явилися першая на наших землях библиотека, высшейшая навучальная установа и зародилась белорусская державность, саправды изменился до урочистостю. Прогучала идея, что родный город у сходни славянского перши другара Франциска Скарыны, может и повинен быть у списи с усветной спадшиной ЮНЕСКО. А по куль, на березе заходней Дзвины для Софийского собора усталявали памятный знак – Полоцк-Колыска белорусской державности. На двехтонных счетах историчная персоналия, житё и дейность, яких связана с Полоцком. Князь Рогвалута, Ягодачкара Гнеда, Усяслав Чарадзей и Уфросинья Полоцкая. Полоцчане святыми прониклися, а некоторые навыд объеднали их с особистыми. 500 лет Белорусскому дню книгопечатания. 1155 лет городу Полоцку. И день нашей свадьбы, всё будет в один день. Полоцк зменився до свята, и треба сказать, что зменився вельми добро. Одновленные фасады, и будинки, и дороги. То, что касается центра, он совсем вельми привабный. И он был привабный, а стал ещё привабнейший. Так что працавали добро, хай добро отцвяткуем. У вечера наголовной, у гэтые дни Полоцкой сцене, у Рачиста и Яскрава открыли дель белорусского письменства. У центра города у сих собрала мастацкая театрализованная идея «Белорусский шлях» зуделом Державного симфоничного оркестра Республики Беларусь. Просутным зачитали правитальный адрес от президента Беларуси. У Полоцку, где народилася наша духовность и державность, светковали щира и яскрава, и гостинна, и душевна. Велия Устинова, Леонид Табола, новинник Полоцка. Уникальный мастацкий проект «Тры Софии» презентовали на дни письменства у Полоцку. Проект, организованный Междержавным фондом гуманитарного супрацовництва, держав у дельниц СНД. Творчий проект «Тры Софии» объедна у молодых мастаков с Беларуси, России и Украины. На протягу трех тыння у живописцы, учась суместных пленеров заховали на своих полотнах выдатные помники христианской культуры, унесенные у спис сусветной спадшины ЮНЕСКО, Софийские соборы у Великим Новгороде и Киеве, а так само Полоцкую Софию, якая претендует на унесение у этой гоноровы спис. Для нас, для всех, в 500-летие беларусского книгопечатания это огромное событие, которое тоже объединяет наши народы, потому что Франциск Скорина был просветителем, человеком, который действительно дал очень много и дал толчок для развития книгопечатания в наших странах. И, кроме того, это было еще одно свидетельство очень важное, что книга – это объединитель народов, а не разъединитель их, если можно так сказать. Это уникальная возможность, во-первых, порисовать на природе и порисовать архитектуру такую уникальную, побывать в таких уникальных городах и центрах, это такие культурные и духовные центры, и это очень ощущается, когда ты туда попадаешь, плюс общение с художниками, представителями разных школ. Мудрость Софии звучит славянские народы. Старт проекта «Три Софии» был даден еще в початку снежния 2014 года в Минску. С Беларуси вернисаж поедет в Киев, а затем в Москву на форум творчей и навыковой интеллигенции краин СНД. Три мыстатские работы проекта застанутся в Полоцку, как подарунок городу. Вокзал называют визитной карткой города, что первое – убачить гостя, прибывши на новое место. У немалой ступени отбиваются на агульный муражене прояго. Новый выгляд на пяре до дня беларусского письменства набыл Полоцкий автовокзал, что изменилось после капитального ремонта в материале наших корреспондентов. Новый выгляд Полоцкий автовокзал набыл до масштабных святкований у просвеченных 1655 годзю города, 500 годзю беларусского книга друкования и дня беларусского письменства. Автовокзал у Полоцку был уведен в эксплуатацию в 1968 году. У 2002-м при подрыхтовце до республиканских фестивалю дожинки зарабили частковую реконструкцию будинка с утеплением стен, заменой витража у ремонтом даху, доброупорадкованием территории. Зараз по программе развития аутотерминала в области завершился капитальный ремонт с элементами модернизации. Бюджет помог финансово 5 миллионов 770 тысяч рублей, ну и дополнительно из собственных средств было выделено 2 миллиона рублей. Ориентировочно сейчас процентовки еще подписываются, будет более точная цифра. Сегодня современный уже дизайн вокзала, применены элементы вентилируемых фасадов, стеклопакетов. Внутри проектанты применили современные технические условия. Это в виде подвесного потолка, светильников светодиодных, энергосберегающих. Закуплена современная мебель. Обновлен зал ожидания, обновлены служебные помещения, и даже, можно сказать, модернизированы, потому что изменились их площади, появились новые помещения служебные. Это комната отдыха водителей, комната персонала, модернизированы наши кассы билетные, модернизированы помещения для дежурного и старшего кассира. Зручность и беспека пассажирову пеш за все. Значно изменилась не только вонковая облича, а и внутренний смест вокзала. Проектанты поклопотились, а про пассажирову продугледили элементы безбарьерного сяродя. Усталеваны сучастные системы пожаротушения и виды и назирания, что дня с Полоцкого автовокзала накировываются 150 рейсов, пригородных и межгородных. Вокзал примает и отправляет до полторы тысячи пассажиров в день. Обновленный автовокзал удивил нас очень, приятно удивил. Посмотрите, какие красивые здесь светильники, обновленные кассы, скамейки, полы, практически все новое. Табло. То есть я думаю, что для людей здесь намного стало уютнее. Очень комфортно стало, вообще замечательно. Сучасные материалы и конструкции, электронный монитор, Wi-Fi зробят знаходжение на Полоцком вокзале безопасным, зручным и комфортным. Настрою с ними колеровое рашение в оптимистичных оранжевых тонах и ветливые усмешки супрацовников вокзала, яких, до речи, у першиню вырешено опрануть в специальную форму. Юлия Устинова, Леонид Табола, Новины, Полоцк. Тым часом Витебская область рыхтуется до еще одного гранды йозного свята. В Дубровне завершают под рыхтовку до дожинок. Фестиваль працевников везки тут будет ладиться 30 вересня. Районный центр прихожает на Вачах. На центральной улице дорожники завершают укладывать новый асфальт. Будовники обновили фасады большинства жилых домов и установ. Старанно працуют озеленители. В городе провели конкурс профессийного майстерства рабочих зеленого будовництва, у яким приняли удел 8 команд и 30 лепших майстров за сей в области. Организатором конкурса выступил областный комитет профсоюза работников мясцовой промысловости и коммунально-бытовых предприемств. Мы стоим вот здесь, на центральной площади города. Она практически у нас уже, этот объект тоже входил, перечень основных объектов. Этот объект у нас тоже в завершающей стадии. Осталось дошлифовать определенные моменты оформления. Было устройство в незначительной степени, чтобы это была уже завершающая часть. Плюс у нас множество, их перечислять, наверное, нет смысла, множество других объектов, не менее важных. Будет открытие ЗАГСа, Дома культуры, обновление детской школы искусств. Все, что вот здесь находится в шаговой доступности, все практические объекты, они находятся в стадии завершения. Один из головных объектов до жинок-2017 – Дубровинская средняя школа номер один. Все лета я ее вяли в строй после двухгодовой реконструкции. Тут завершенный капитальный ремонт двух будинков и стадиона. Значно обновлена материально-техничная база. Каля 52 тысяч рублев накерована на добытце спортивного обсталявания и тренажеров. У целым на ремонт на будовничай работы в школе затрачено каля 2 миллиона рублев. Правооховники шукают вандалов, які пошкодили над могиллі і крыжи на старо-сяменовських могилках у Витебску. С заявами у милицию звернулися одразу некалькі чалавек. Зараз відомо як минимум про сім разбитых помнікав. Кому і головне навожта спотребілося учыняць погром, разбираються правооховники. Наша здымошная група побывала на місце здарэння. Ганна Шнейдарова показуває разбуранне сімейне поховання. С шести помнікав тут оцалів тільки один, остатній розбітые. Такую картину на могилках жанчина застала не сама. Першого вересня сюди приїхав муж сястры, йон і викликав милицію. Под'їхала на такси, милиція вже здесь була, вже заставляли протокол. Що я увидела? Пам'ятник бабушкін, мамін і дядін, пліты положені. Разрушен полностью пам'ятник і соседські. Не разрушен, так полностью, разбіто частично. Побач с пошкодженими помніками були розкидані кветкі, вазы і вянкі. Побывали вандалы і за сусідній ахароджі. Там так само учыніли погром. А метрах у 150 от гэтга місця поламалі надмахільная крыжі. С заявами у милицію звернулися нікалькі чалавек. Правооховнікі проводять праверку. А пытали жахароў сусідніх дамоў. Непадалеке от могилок приватны сектор. І хто-небудь зместичаў мог зауважыць зламыснікаў. Як показуваў практика у нас в районе, такі, такого рода пріступления раскрываются, устанавливаються виновники і, естественно, несут наказання. Я думаю, що в данном случае вони будуть установлены. Уголовний кодекс предусматривает ответственность за вандалізм. Статья 347 Уголовного кодекса. В санкции этой статьи различна ответственность, начиная от штрафа, исправительной работы і лишення свободы до срок до трёх лет. Старосяміновські мухілкі знаходяться на узкрайку Витебска. Часам их узнікній не лічыцца сяредзіна паза минулых астагодзе. Нікаторые пахавані тут датуюцца 1860-ыми годами. І за увесь час, гаворець людзі, падобных інцидэнтаў тут не було ніколі. На это кладбище ходят очень много людей. Всегда кто-то ходят, всегда чистенькая, всё порядочна. І я не видел, щоб здесь пили і разгульничали. Вероятно, малолетки які-то, скорее всего, пили. Паказывают силу свою удаль. Каб навести парадок на сямейным пахаванні, Ганні Шнейдаровой спотребецца немало часу. Урон яшчэ не падлічвалі. Аднак нікаторые пумнікі і увогулі немагчыма будзе адновіць. А крамя матеріальный складаючай, жанчыну хвалюе і яшчэ одно. Матыў такого учынку пазамежамі яе разуміння. Вольхаш Маргун, Олег Чарняк, Сергій Котов, Новіны, Витебск. У Витебску затрымалі удзельніка крамінальны груповкі Санкт-Петербурга, які знаходзіўся ў Міжнародным вышыку. Як высветліли оператыўнікі, ў обласны центр ён пріехаў пріпатрымцы витебскіх крамінальных колоў. Росіянин плановаў схавацца тут ад крамінальны адказнасті за забойство пріпатрымальніка ў Санкт-Петербурзі. В ході реализации полученной информации 29 августа текущего года сотрудниками управління совместно с бойцами ОМОН УВД Витебулысполкома двоў жителі города Санкт-Петербурга і один житель города Витебска были задержаны в бельярд-клубе. Одним із задержанных оказался находящийся в международному розыске гражданин РФ. 53-гадовага Петербуржца пасадзіли ў ізолятор часовага утрымання. Варашаецца пытанні аб яго екстрадыцыі ў Росіўскую Федерацію. Маці, ў якой прыхатніх родах памерла немауля, прыгаварылі до шасті месецаў пазбавлення волі ва умовах пасялення. Прыгавара гучалі на гэтым тыдні. І ў зале суда мера стрымання была змініна на падпіску абнявыезде. А віновачуванні жанчыні було прод'явлено за опричинення смерти по неосторожності. Прізнать виновні в причиненні смерти по неосторожності на основанні части 1 ст. 144 Волоно Кодекса Республики Беларусь назнать наказання в виде решения свободы сроком на 6 месяц в событиям наказання из преценой колонії в условиях поселения. Меру пресечення, изменить на подписку о невыезде и на лежащем поведении, освободе Степанову Ольгу Александровну из-под стражей зала суда немедленно. В качестве подбития наказання время её содержания под стражей 6 мая 2017 года по 7 сентября 2017 года из расчёта один день содержания под стражей к одному дню лишению свободы. Слухань, не пагатай резонансной справе протягуваліся більш за тыдень. Нагадаем, у середзіні лютаха 30-годовая жанчына праехала з Санкт-Петербурга каб нарадзіць діця. Але ад шпіталізацій адмовілася, бо мела в опыт домашніх родов. Аднак немауля захліабнулась околоплодными водами. Медыки, якіх выклікали родные, не змаглі выратавыць діця. Муж обвіновачваймай був прызнан і патярпелым пасправе. У судзі інтарасы сям'ї обороняли адразу два адвокаты, тепер у їх єсть 10 дзен на той, як аб абскардзіць прыхавор. 18 команд і більш за 400 удзельнікаў собрала у обласным центру 10-я юбилейная межгаліновая спартакіяда профсаюза у Витебскай області. С пабурніствы прысвечэны 70-другой гадавіні перамогі ў Віалікайчынной вайне. За урочыстым адкрыцьом старта ўсачыла і наша здымышная група. У 10-й раз супрацовнікі разнастайных прадприємств і організацій в обласці сабраліся ў неформальна абстановцы. Дзілавыі кастюмы і спецвапоротку яны змянілі на спартуўну форму, кап ў бескомпромісной барадзбе памерацца сілами. Газовікі, медакі, настаўнікі. Усіх, хто стаіць ў спартынам страі, прахільнікі здарова галаду жыцця і актывна гадпачынку. С кожным годом все більше і більше привлекається участників і команд. Сьогодні участвують 18 команд, це 18 тростливих профсоюзів і більше 400 участників. Але цель і задача, які ми ставимо, це популяризація і розвиття фізичкій культурі і спорта, здорового образа жизни, який буде способствувати і успішному труду. Титул пераможця у спартакіады сіліто буде оборонять команда «Витябшка Балгаза». Спочатку з поборництва у ЯЕй-болельщикам з'являється старшиня обласного савіта депутатів Владимир Тярентью. І він пройшов повітати у дільнику спартакіады і закликав остання команди оказати фавориту достойне супротивлення. Я все-таки долгое время куривав в соціальну сферу. Понятно, що «Облгаз» це вне конкуренції, але я скажу, є достаточно дуже інтересні команди, руководители, які дійсно отдають большое внимание развиті спорта, фізкультуру в своїх трудовых колективах. Поэтому хотілося б дійсно їх поддержати, а так споборництва урахтовалася і команда профсоюзу «Работніку Ахова здоров'я». Летось медики спинілися у однім кроку от перамоги і зараз поспробуються нагнать страчене. Ми будем сопротивляться в волейболі, будем сопротивляться в футболі, будем сопротивляться в стрельбі. На самом деле команда здравоохранення, она достойно представляє на республіканских соревнованиях, как правило, ми занимаємо первое-второе место. Поэтому команда готова, старається все, вовлечені. Спартаки АВД ладзіться на протягу някальків дзен. Работніки профсоюзу поспоборничують у дев'яти відах спорту. Волейбол, мини-футбол, гіровий спорт, стрельба з пневматичной винтовки, настойний тенніс. Кожний удельник отримає шанс проявити себе і пронести залікові очки у скорбонку своєї команди. Сергій Місурахін, Александр Порставка, Новини Відець. От аматорського спорту до выступленья у профісіяналу. Мой калега Сергій Місурахін розкаже, які падії чекають болельщиків на наступному тідні. Рад бачить тебе і вітаю, Вольга. Чатырі сустрэч адкрытого чемпіонату Біларусі па хакеї, три паядынкі національного першінства па футболі, а яшча хакейна траве, віславання академічна і лєтні біатлон. Болельщикам на наступному тідні сумоваць не пройдіцца. У панеделок 11 вересня Новополцькі Нафтан згуляе заклюшны матч 21-го тура Чемпіонат Україны па футболі. Сапернікам нашых земляків будзе Тарпеда Білас. Жодзінцы традиційны мост нагуляюць у домашніх стенах. На перші дні яны з лікам 2-0 абыгралі Вітівск. Нафтан науцю чекає вільмі складаны веїзд. А у суботу 16-го стартуїть гульні с наступного 22-го тура. Футбольний клуб Вітівск на полі центрального спартуванного комплексу проведе паядынок супраць Гомеля. У першім крузі падапешнія Сергія Ясінська га абыгралі апанента з мінімальним лікам 1-0. І цяпері будуть тімкнуць і доказаць, што гэта був закономерний вынік. Телерадуя компанія Вітівск пакаже гэты матчу прамым ефіры. Пачаток трансляцій у 17-50. У нядзелю свой домашній матч згуляє Нафтан. Сапернікам новополачан будзе Гродзінський Ньоман, які абыграў землякоў на домашній арені. Цяпер шансу зяць рыванш з'являецца ў каманды з Нафтаграда. Ад футбольных сустрэч до хакейных паядынку. 14-го вересня у чатвер вітівскі аміадзєді на сваюю пляцовце сустрэнуцца з Салігорскім шахтёрам. Гэта традиційно незручный сапернік для каманды обласного центра. Гаспадары будзі цямкнуцца перапісаць сумну статыстаку. Аналогічная задача будзе стоять і перад новополацкам хімікам СКА. У гостя дайаго завітае сярэбраны прайзер чемпіонату Беларусі Сталічна юнацтва. А 16-го вересня наші землякі паміняюцца саперніками. Вітівск згуляє з юнацтвом, а хімік з шахтёрам. Цяпер да інших тем. На наступному тыдні у вітівскім в учыліще Олимпійського резерву пройдя першінства в області палетнім біатлоне. Сярот спортсмену 2064-го года. На перады дні аналогічный старт провяли іх старайші товариші і паказалі неблагіе вынікі. А тому подрастаючому пакаліню єсь на кого раўняцца. Вознагороды для пераможців стане удел у першінстве країны. Так само каманды павношного регіона праймуть удел у Олимпійських днях молодзі па хакей на траве і грабе академічной. А зараз абцікавам здарэнні, якое адбылося ў Дубровінскім районі. Тут аб'явіліся нашчаткі вікінгаў, які падарожнішаюць па реках Беларусі. У Дубровінскім районі на гэтым тыдні паспяхова прайшла апірація па выратаванні нарвєжскай яхты, якая села на мель на рацей Днепр. Нашчаткі вікінгаў плывуть з Хельсінкі ў Стамбул, яны здымаюць документальны філім прападарожа з варагу ў Грэкі. З якімі прыгодамі сутыкнуліся нарвєжскі тэлі журналісты ля беларускай вёскі Бурая і хто ім допамагаў, раскажа Артур Смалякоў. Нашчаткі крывішаў допамагаюць варагам нарвєжскі журналісты, які плыли со Смалянска ў Турцю, сели на мель пад Дубровна. Зараз аварийна ратавніча отрат віцязь робіць ўсё ма, чымы, каб яхта вікінгаў працягвала свой шлях па запланованаму маршруту. Для рэпортераў телеканала НРК з країны Фьордаў водна експідыцій ню новіну Баранцева, Балтыйская, Белая Мора падарожнічуюць, не выпускаючы з рук відеокамеру. Днепр – чарговы аб'єкт для здымак документальнага фільма. Фільмін хандлер ом фолке. Фільмін хандлер ом упэўніна шмак цікавага, чакая нас и ў Беларусі. Мы зда маўм фільм пра розныя народы, а пра гожай унікальны пра родзі розных країн і пра добрах людзей, які ў гэдых країнах живуть. Жыхары осла ў дарозі трэтыдні выйшлі ў плаванні з фінскага Хельсінкі, спакойна пагляделі Расію і пра незвычайныя прыгоды ў Беларусі скандынавы нават не маралі. Идём на пути викингов. Мы шлі чэрэз Санкт-Петербург, на река Нева, на грузовык, шлі до Смалянск і от Смалянск сюдра. Ну, сцес астанавіліся. На борці норвежска яхты хоч і мужныя викингі, але Днепр так сама с характарам. З часаў калі проткі Нармана ухадзіли гэтым шляхам рака сурьозна обмялела. Падвёзкай Бурая на Дубровінщине дзесятиметровая судна вагой шэсь тонн села на мель. Двое замежных журналістов і перакладшык спробавалі справіця з бядуйсамі, але безпоспяхува. Спотрэбілася допамога ратаўнікуў. Ні просто не справились с нашим быстрым стечением, німножко не рассчитали траекторію, і поэтому сели на мель, прошли мимо фарватора, грубо говоря. Сели на камні, которые в прибрежной зоне находяться, і пришлось каким-то образом їх отсюду вызволяйти. Немножко не до нас не дошли, поэтому, якщо б не дошли, мы бы дальше уже до Могилівської області, мы бы їх довели, по маршруту имели не було б. Но, видите-ка, они заявляють, що на мель тоже хорошо садиться. То есть, общение, обсуждение, вон, какие улыбки у людей. Ротовальна операция почалася с самой раницей. Усправе специалисты отрадовитесь и водолазы. Ко бзнять яхту «Змелис» потребились оповетранная подушка, лябетка и буксирный трос. Некольки упоўненных рухов, і судна знову наплыву. Первым делом пробовали самым простым способом сдернуть лодку моторной лодкой за веревку, но это не получилось. Затем мы устанавливали понтонные подушки. Было принято решение ещё затянуть лодку полиспасным, который был закреплён за противоположный берег. Все работы были проведены быстро. Иностранные гости нас благодарили. После нечаканного здарения на Днеприв, норвежский фильм про подорожа зварага у греки обовязково войдуть кадры Дубровинской пригоды. Ну а дорожные нататки пауночного экипажа уже попаунила подзяка беларусам. Спасибо, белару! Напереде у норвежцев ещё несколько небезопасных участков. Там у Даорши судно пройдёт разом за сводом. После беларусских краевида у пауночных вандровников чекает Чёрная море и новое уражение. Ну а скончить подорожа викинги планують Амальпразь месяц у турецким Стамбуле. Артур Смоляков, Олег Чарняк и Александр Петровецкий. Новины. Дубровинский район. ДДТ. Любимые хиты за всю историю группы. 10 листопада. Лядовый палац. Инфолиния МТС. 712-11-11. Это была выниковая информационная программа. Всем днём. Убачимся в наступную неделю на телеканале Витебск. До побачения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»